Добрый вечер, господа. У микрофона Юрий Пранько на радиостанции Финам-ФМ. Мы начинаем двухчасовой ежедневный интерактивный канал «Реальное время». В этом часе у нас гости в студии прямого эфира, и с ними мы отработаем до 20 часов. Ну а с 20 до 21 будем подводить итоги дня. Есть о чем поговорить, есть что обсудить. Поэтому напоминаю, средства коммуникации. Многоканальный телефон 65 10 99 6, код Москвы 495 и финам.фм. Это наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. То есть можно и слушать, можно и смотреть. Мы сегодня второй день. Будем с вами подводить итоги с нашими гостями, итоги парламентской работы весна-лето 2012. Вчера у нас был господин Железняк, вице-спикер Госдумы России, член фракции «Единая Россия». Он представил взгляд ныне правящей партии, которую имеет большинство в Нижней Палате Федерального Собрания. Сегодня мы пригласили представителей парламентской оппозиции. Это депутат Госдумы Сергей Иванов в фракции ЛДПР. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. И депутат Госдумы России, член фракции «Справедливая Россия» Андрей Туманов. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. К сожалению, не смогли прийти коммунисты. Вот их реально в Москве... Нет, один... Они в подполье. Нет, они... Они в подполье. А мы будем представлять их мнение. Что такое-то? Я даже не могу слушать вам и рассказать. А они есть где-то по стране, да? Один из коммунистов, депутатов Госдумы здесь в Москве, но он не смог... Всех остальных нету вообще. Поэтому сегодня без коммунистов, но тем не менее, я думаю, у нас обстоятельный и серьезный разговор состоится. Андрей, я хочу начать с вас. Все-таки фракция «Справедливая Россия» в этом сезоне отличилась. А я имею в виду итальянскую забастовку и многие те предложения, которые были диссонансом. Последний из них — это предложение госпожи Мизулиной, члена вашей фракции, по поводу закона, ну, скажем так, об интернете. Я его коротко назову. Черные списки. Черные списки там и все. Унесла черная вдова. Да что ж такое-то? Сергей Иванов срывает эфир. Я хочу понять, как СССР выстраивали свою стратегию, свою тактику в этот политический сезон и добились ли вы тех результатов, которые ставили перед собой? Хорошая фраза. Добились ли вы тех результатов? Вы должны понимать, что добиться результатов в Государственной Думе очень-очень трудно. Надо понимать, что фракция «Справедливая Россия», ну, скажем так, это не то большинство, которое присутствует у нас. Представитель которого вчера у вас был замечательный, который всегда голосует единообразно, и мнение у них тоже единообразно. Потому что фракция «Справедливая Россия», она состоит как из партийных людей, так и из людей беспартийных. Вот я, например, человек беспартийный, я всегда свое мнение высказываю как свое мнение, а не как мнение общее, так сказать, которое мы где-то там тихо нам спустили. Поэтому я часто голосую не так, как голосует фракция, и поэтому многие предложения, допустим, я и поддерживаю, и не поддерживаю. Предложения Мизулина поддержали? Ну, сразу, да, сразу. Не поддержал. Вот так, да. И внутри фракции часто очень происходят споры, ну, не то чтобы там совсем до драки, но очень-очень серьезные, расскрою вам секрет. И я считаю, что вот это и есть та самая парламентская работа, с которой начинается принятие законов. А не то, что как, скажем так, у тех, у тех, да, большинства, когда основная парламентская работа это поднятие руки, а вернее нажатие кнопки. Поэтому, поэтому... Но общая шиканрация все равно партии-то существует? Фракционная? Ну, конечно, ну, конечно. Вы оппозиционная сила? Вот вы как себя оппозиционируете? Оппозиционная сила? Реальная оппозиционная сила? Мы оппозиционная сила, да. Я не буду говорить оппозиционная, неоппозиционная. Знаете, все это слова, все это трепотня. Давайте каждый будет определять для себя по делам, а не по словам. Потому что, знаете, я депутат молодой, да? Молодой. Я первый раз в Думе. Я много увидел в Думе. Да, что ж такое? Да, много увидел в Думе. Первая ходка в Госдуму. Отлично сказано. Да, по первому сроку в Думе. По первому сроку, да. Много увидел, много узнал. То, что не знал. Я понял, что трепотни и, скажем так, той работы, которая не ведет к работе, очень много вокруг Думы. Поэтому давайте вот каждый хотя бы... Место для трепа? Пусть место для трепа. Для начала для трепа хотя бы. Потому что с трепа, может быть, начинаются дела. Это правда. Когда трепа нет, тогда вообще нет Государственной Думы, а есть роботы для нажатия кнопок. Андрей, ну и пользуясь вашей терминологией, вот потрепаться-то удалось? Немножко удалось. Да, 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 да. И поклевать кое-кого удалось. Может быть, так сказать, я не часто и на заседаниях Госдумы выступал. Я так, в общем-то, больше сейчас впитываю и работаю по своей прямой тематике. То есть занимаюсь земельными отношениями, садоводами, дачниками. И, скажем так, в такие вот политические болтали стараюсь не лезть, потому что моего, скажем так, дела более чем хватает. Оно более сложное, чем некоторые вот эти законы, скажем так, по НКО. Ну что удалось вот сделать? Вот пример можете привести? Что удалось конкретно сделать? В какой области? Как считаете? В области, скажем так... Законотворчества, я не знаю, там, лоббирование интересов. Вот что конкретно делать? Ну, для начала, скажем так, мы наладили некие отношения с Павлом Крошенинниковым из партии большинства, которые сейчас... Ага, все-таки договариваетесь. Да как же? Не, ну а как же? Как же, если принимаются поправки в гражданский кодекс. А поправки в гражданский кодекс, там есть, значит, целый кусок по соседским правоотношениям. А соседские правоотношения, это в основном, это как раз мы, дачники, ИЖС, вот эти деревенские дома. И то, что не регулирует сейчас 66 закон на садоводческих товариществах. То есть, если нам удастся с ним договориться и принять какие-то нормальные работающие поправки в гражданский кодекс, то следующий у нас будет 66 закон, который, не знаю, может быть, будет вообще выброшен на свалку истории. Может быть, он будет доработан с учетом поправки в гражданский кодекс. Если этого не делать, то, значит, вообще ничего не получится. Поэтому, естественно, приходится... Андрей, а как вы договариваете с Крашенинниковым? Вот расскажите нам. Вот как это происходит? Конверт. Идет Крашенинников по коридору. Это Сергей Иванов сказал по поводу конверта. Он знает. Он давний день. Не первая ходка в господом. А, вы решили меня получить, да. Значит, как договариваемся? Я нахожусь на девятом этаже, мой кабинет. На том же девятом этаже, через два кабинета, находится кабинет Павла Крашенинникова. Вдруг я выхожу, он идет по коридору. Я его за руку... Хватит. Павел Владимирович, здравствуйте. Ну, ему делать нечего. Здравствуйте. А вот как мы там по поправкам в гражданский кодекс? А вот тут это вот так вот. И пока мы идем там и едем в лифте, мы уже успеваем кое о чем поговорить. Это уже кое-что, потому что до того, как я стал депутатом Государственной Думы, я, Павел Владимирович, многократно пытался вот так вот отловить. Даже такая шутка была. Вы мне звоните. Я говорю, по какому телефону? Я вам потом скину. Добрейший души человека могу и... Так что не удавалось договориться. Сейчас кое-как, ну, так, эрзация. Пытаетесь, да. Да, кое-что получается. По крайней мере, у него, кстати, секретарь, очень милый, добрый человек. От секретаря много зависит? Более чем. Иногда от секретаря зависит. Тайны Государственной Думы, господа слушатели Финал МФМ. Не только Государственной Думы, но, скажем так, и всех наших высших органов, там, той же администрации, президента. Иногда от помощника зависит больше, чем от самого чиновника. Я всегда догадывался, что референтура имеет огромное значение. Андрей Туманов, фракция «Справедливая Россия», Сергей Иванов, да, Сергей, ну, вы-то не первую ходку. Я пользуюсь вашей терминологией. Не по первому сроку. Не по первому сроку. Вот итоги этого парламентского сезона, для вашего взгляда, в чем они заключаются? Ну, это просто закручивание гаек, то есть... Хорошее начало. Ну, а что хорошее начало? Так оно и есть, к сожалению. Очень напоминает мне, ну, не знаю, если радиослушатели любят историю, эпоху Александра Третьего. То есть после либеральных реформ Александра Второго, которого, к сожалению, убили, после освобождения крестьян, после либерализации прессы, земского самоуправления, потом пошли крутить гайки. То есть после либерализации президента Медведева? Ну, относительно слабенькая, но тем не менее, да. Крепостное право он, конечно, не отменил, но кое-какие послабления были. Ну, чего, допустим, стоят хотя бы уголовные вот эти все вещи, когда предприниматели не стали гонять по КПЗ. Я согласен. Это серьезно, да. Отмена, значит, клеветы из уголовного кода. Сейчас вот обратно возвращается. Поэтому похвастаться нечем, поэтому мы не можем сказать, что как-то нам эффективно удалось противостоять вот этой вот политике закручивания гаек, которую проводила Единая Россия. Вообще трагизм нашего вот этого вот избирательного законодательства состоит в том, что Единая Россия, не получив 50% голосов, там 40 сколько у нее с копейками, вот путем перераспределения тех, кто голосовал за другие партии, она получила большинство. И сейчас, в принципе, тот треп, который идет в Думе, ну вот это вот они его как бы терпят просто-напросто. Мы, конечно, делаем едкие замечания, там предупреждаем, что получится так или не так. Вот, кстати, к законам объединенных в дне голосования так и получилось. То есть все наши доводы. Но я вам сказал за эфиром, Железняк мне вчера сказал, там запятую поправим и все, и будет принято. Железняк может сказать, что караул устал и уходить в отпуск. Поэтому нас это мало интересует. Но к осени окажется, что танки все-таки летают. Сначала низенько-низенько, потом выше-выше-выше, что избирательные участки находятся в основном в школах, а в школе надо делать ремонт. И первое воскресенье сентября, ну никак не идет. Для единого дня голосования и так далее. То есть только-только начинается учебный процесс. Но все остальное было принято? Все остальное было принято, да. То есть это и регистрация политических партий упрощенной, эти 500-рублевые партии, это и выборы губернаторов. Сколько рублевые? 500-рублевые. Ну 500 человек, да, это я их так называю. Выборы губернаторов, выборы Совета Федерации, то есть сенаторов, вот, закон о митинге, НКО, ну и так далее. Все вещи, это все именно закручивание гаев. Полезного? Мне трудно сказать, что полезного, ну вот, наверное, свойственно вашим слушателям, они, может быть, оценят, это вот сейчас должен быть принят закон о патентной системе налогообложения малого бизнеса. В принципе, ну, может быть, неплохая система, вот. Ну, отменен вот этот вот принят новый закон о федеральной контрактной системе. То есть, может быть, будет меньше распила вот в системе госзакубок. Ну, это так, предположение. Не удалось, да, ну, предположение, ну, надеемся, всегда на лучшее. Не удалось, конечно, противостоять повышению тарифов, которое очень сильно, в принципе, пошло. В ТО не удалось предотвратить вступление. То есть, наши многие отрасли промышленности, конечно, сильно пострадают от этого. Мое любимое самолетостроение, да, то есть оно, ну, уже там, в принципе, грустно-грустно поглядело. Потому что сельское хозяйство. Мы продолжим эту тему, кстати, о самолетостроении. Тем более, появилась информация вот в эти сутки по поводу взаимоотношений Аэрофлота и корпорации гражданские самолеты Сухого. Очень там все интересно и забавно. Об этом сразу после краткого выпуска новостей. О, не надо так грустно. 19 часов 18 минут. Реальное время. Обсуждаем итоги парламентской работы весна-лето 2012. Взгляд оппозиции. Здесь у нас в студии прямого эфира депутаты Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Иванов, от фракции Справедливая Россия Андрей Туманов, 65 10 99 6, код Москва 495, номер многоканального телефона финам.фм, это, соответственно, наш портал в интернете. Там идет прямая веб-трансляция. Вот, Сергей, вы заговорили о ВТО и о самолетостроении. Ну, вот сегодня появилась информация, да, о том, что гражданские корпорации, гражданские самолеты Сухого терпят гигантские убытки из-за, в общем-то, навязанных контрактов с госперевозчиком Аэрофлотом. Кроме того, вчера появилась информация о том, что государство фактически прекратило финансирование проекта Суперджет-100, ну, посчитав, наверное, что выполнены все обязательства. При этом были там привлечены и внебюджетные средства. Может, стоит уже все остановиться? Ну, все, ну, нет самолетостроения. Ну, не получается. Миллиарды уходят куда-то, куда-то они уходят, да? А ничего не получается. Ну, вопрос, конечно, очень тяжелый. Я не знаю, я не хотел бы в эти летние месяцы обсуждать такие грустные темы. Понимаете, все зависит от желания. Если бы было желание, то можно было бы много чего исправить. Очень много чего исправить. Тот же самый Аэрофлот, извините, вот он, я считаю, вот он, в принципе, ну, я не знаю, он обязан там в нашей стране, как я не знаю, кто кому, елки-палки. Это правда. Я согласен. Ну, для сравнения, да, люди, которые летают, они могут сравнить. Там, где, допустим, Аэрофлоту составляют конкуренции какие-нибудь западные компании, цены вот такие маленькие-маленькие-маленькие. На внутреннем рынке, где он монополист, сговоре с другими российскими компаниями. Слушайте, слетать там в ту же самую Казань стоит дороже, чем слетать, я не знаю, там, куда-нибудь в Гибралтар. Вот. Поэтому, говорю, было бы желание, было бы желание. То есть, нет желания? Нет желания. Почему? Ну, это спросите у первого человека в государстве, если он соизволит прийти к вам сюда. Вот. Но он постоянно говорит о том, что надо развивать. Вот это, вот это. Он уже не говорит. Он, приходя к нам, думал, говорит, я вот говорю нашим этим перевозчикам воздушным, покупайте наши. Они говорят, сам покупай, неэффективно. А если они Путину говорят, сам покупай. А я бы немного уточнил бы, если вы позволите. Да, конечно. Андрей Туманов. Не нет желания что-то делать в данной отрасли, а нет желания искоренить коррупцию в данной отрасли. Потому что все-таки там желание что-то есть. Вот давайте вот развивать самолеты, чтобы у нас там летали, ракеты летали. И все, кинули туда денег, деньги все покрали. Деньги, кстати, огромные. Все, все. Потому что никто не хочет тянуть вот эту коррупционную цепочку, эту ниточку, потому что она идет так высоко. А что так, Андрей, вот в чем причина-то? Вы, законодатель, вам вот, что называется, флаг в руки и принимайте законы. Ну, давайте. Помните. Гасите этих коррупционеров. Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. А давайте вспомним. Отлично, хочу, чтобы исполнялись. Вспомним тут, по-моему, в ответ на некоторые законы со стороны главной партии страны, то есть один из справедливого родства предлагал, а давайте мы закон примем о том, что государственные слушающие не имеют права хранить деньги не в изобретательных кассах, а там, 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 там. Что если... Железняк вчера сказал, я за. Да, за, 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 мало за здесь, надо за там быть, потому что иностранный агент это не тот, кто много говорит, а тот, кто много делает и хранит деньги там. Вы обвиняете Единую Россию в том, что они иностранные агенты? Я не обвиняю, но, скажем так, если покопаться, то, в принципе, так на некоторые мысли наводят, да, да, да. Посмотрите, у нас пол, какой пол экономики, 7-10 процентов экономики в офшорах, начинаешь копать любую фирму, оказывается, что у нее там управление, Бермудские острова, еще чур знает что, и российское законодательство вообще не действует на эту фирму, ну, 70 процентов российской экономики. Может судиться по... в Лондоне, а не в России? Не может, извините. Так кто у нас иностранные агенты? Ну, так почему не вносите-то проекты законов? Почему? Вносим потихонечку, вносим. Вносить не значит принять, обещать не значит жениться, понимаете? Да, да, да. Понимаете, быстро принимают законы только, скажем так, там, по НКО, как быстро, в первом чтении, во втором чтении, сразу же в третьем чтении, все нормально. Мне там пару раз только, ну, как говорится, вякнуть удалось, сопротив госпожи Яровой, которая тут же назвала, вот, а вы тоже иностранный агент. Я говорю, я-то тут при чем? Ну, вот за то, что позволили себе не согласиться. У меня вот ни копейки, даже в долларах нету, все как-то в рублях и, в принципе, не очень много. То есть, подождите, господа, вы говорите о том, что вот эта вот вся власть, фактически, Единая Россия же, это неотъемлемая часть власти, она продажная, она коррумпирована, и фактически она живет там, за бугромом. Слушайте, а в принципе, это даже Владимир Владимирович этого не отрицает, что у нас, да, у нас и продажная... Так это все финал Российской Федерации, если вот такая власть. А в принципе, вы что, первый раз об этом услышали, об этом, по-моему, кто только не кричит, что мы уже находимся в какой-то финальной стадии нашего государства. Когда, извините, что у нас, наводнение в Крымске, да, только президент Российской Федерации может дать указания, там, деньги раздать, проследить. Никто уже ни на какой ветви власти этого сделать не может. В нормальном государстве это делается все автоматически. Знаете, как раз мы заговорили про самолеты. Как пример, да. Да, как пример, вы знаете, летчик, это не тот человек, который должен думать или раздумывать, что ему делать при чрезвычайной ситуации. У него есть заученные инструкции, при пожаре он, все, отработано, чик-чик-чик-чик, это делаем, там, выключаем двигатель, да, это, это, все. Он действует по инструкции. Они сидят, раздумывают. По государственной машине. И примените к государственной машине тоже. Понимаете, почему в Германии мало коррупционеров? Потому что у них четко все расписано. Чиновник не принимает решения. Чиновник достает талмуд, ищет номер инструкции, вот пункт 2G, и говорит, вот мы, в соответствии с этой инструкцией, делаем так, либо так. У нас одна большая G. Чиновник сидит и чешет, так, знаете, как гаишник, ну что делать-то будем в данной ситуации, можно и так, можно и так, как договариваться-то будем. Вот типичные взаимоотношения в России. Вы согласны с коллегой? В общем-то, картина такая, не очень хорошая, мягко говоря. Ну, я бы не стал говорить, что все так плохо. Есть, конечно, отдельные. На самом деле еще хуже. Отдельные, да. Да? Сергей, еще хуже, чем господин Туманов рисует? Знаете, я не говорю, я не хочу портить людям настроение. У нас постоянно вот новости, у нас информационный геноцид идет. С утра открываешь там интернет или смотришь телевизор. То есть вы предлагаете нам, журналистам, рот закрыть, да? Упал, разбился там, то есть, ну, опять же. Ну, так а если упал, если разбился, если устанул, мы что вообще, вот можем, то есть нам молчать об этом? Ну, давайте про дачу поговорим. Созрел крыжовник. Нет. Нет, все, хорошо. Возвращаемся опять в плохие новости. Крыжовник я буду с другими обсуждать. Знаете, плохая негативная информация, она очень влияет на поведение человека. Я считаю, что мы очень перекормленные. Я не говорю, я ни в коей мере, например, не покушаюсь там на право журналистов освещать те или иные темы. Но и вы поймите, вы немножко грешите тем, что вам нужна сенсация, да? Мне нет. Ну, я не вас конкретно, я говорю, вашу братью. Собака укусила человека, вещь обыденная, никто про это говорить не будет, если она его не загрызла. А если человек собаку укусил, это да. Мост построили, да ну и хрен с ним. А если вот мост рухнул, это другое дело, будем освещать. То есть тут надо разумную грань соблюдать. Есть, конечно, очень много проблем, очень много проблем. Я не говорю, что там все разворовано, я не говорю, что все чиновники воры и так далее. То есть что-то делать, среди них есть очень много порядочных людей. Не надо списывать, что не только гаишник говорит, ну как будем решать. Но и человек, который совершил правонарушение, говорит, ну что, командир, может договоримся? То есть тут обоюдоострая связь. Обоюдоострая связь. Проблема в том, что еще раз говорю, ну у нас монархическая страна. Хоть и записано, что у нас республиканская форма правления, но по факту у нас монархическая страна. Господа, вы решили меня сегодня шокировать. Царь как сказал, да, так мы и будем делать. То есть как вот в старые давние времена. Царь указал, и бояре приговорили. Вот он там сказал в Кремле, а хорошо бы, и бояре в думе приговорили. Значит, принимаем. От этого надо уходить. И то, что президент летает там и занимается раздачей, я не знаю, сухпайков вместе с чрезвычайных происшествий, это не красит его. Вот они этого не понимают. Он не может сидеть и вот такими вещами заниматься. Если ты занимаешься этими вещами, значит вся твоя построенная вертихаль, гроша выеденного не стоит. И к черту он не годится. Слушай, мы, практически у нас одно мнение. Может вас объедините уже? Президент должен быть представительской власти. Вот он сидеть должен, и на него должны все любоваться. Вот смотрите. Я не хочу любоваться на президента. Но бегать, решать вопросы, которые должен решать там глава области, глава района. А завтра, извините, пойдут какие-то вопросы, у нас там дверь не закрывается в подъезде, и никто этого не может решить. Требуйте отставки ткачевого. Почему не требуйте? Президент должен приезжать и сам дверь ремонтировать. Ну, до абсурда можно дойти. Где система? Не работает система, значит что? У нас вот выходит, работает один человек, президент. Ну, нельзя такую систему строить. Нельзя замыкать все. Все дела исключительно на себе. Вот вы мне скажите сейчас, Андрей, вы кого вот обвиняете вот в сложившейся ситуации? Путина? Он же создал эту систему. В том числе и Путина, да. Потому что человек, который оказывается у власти, у него очень быстро меняется, скажем так, вот что-то в голове. Сознание. Да, сознание. Очень сильно меняется. Я, знаете... Ну да, тем более, если 12 лет уже сидишь. Как-то пару лет назад мне так вот приперло, меня там Дмитрий Анатольевич пригласил с собой три дня поездить по Оренбургской и Саратовской области. Хорошо звучит. Меня так Дмитрий Анатольевич пригласил. Ну да, но случайно получил. Вот три дня поездил, да. Ну там мы по сельскохозяйственным предприятиям, вот в кортеже, в кортеже. Представляете, вот через три дня я прилетел, так сказать, на родину после вот этих трех дней. У меня сознание уже вот переклинило. Меня там довезли до ВДНХ, а там у нас там выставка работает. Я вышел на ВДНХ, гляжу толпа. Я выхожу и жду пока, когда она передо мной начнет раступаться. А что-то не раступается. Потом, ой, я же уже не в кортеже. Уже нет президента. Потом сел на машину, поехал на дачу. Гляжу, что-то мне, слышу, что-то мне машины гудят вслед. И тут я понимаю, что я два красных светофора проехал. Понимаете, три дня уже психика поменялась. А я считал, что у меня такая нормальная железная психика. Что с ним будет после пяти лет в душе? Вот, вот, вот. Страшно подумать. Нет, но здесь я стараюсь. Нет, 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 мы же говорим о Путине. То есть, если у господина Туманова голову снесло, то что же у президента уже осознает? Представьте, они, к сожалению, не осознают уже... Оторванность? Да, да, да. И, кстати, на одной пресс-конференции, когда единственная пресс-конференция Медведева была в Сколково, я же ему тоже задавал вопрос. Я же ему это сказал. Вы как-то, вот, понимаете объективную картину мира? Потому что, ну, переклинивает человека на эту должность. И, ну, перестает он понимать. Он себя чувствует уже каким-то мессией. Без меня, вот, сейчас только я, так сказать, оторвусь чуть-чуть, перестану смотреть сводки, и все рухнет. Ну, нельзя так, дорогие друзья. Хороший начальник не тот... Ну, это то, о чем говорит Сергей, монархическая страна. Да, не тот хороший начальник, кто сам много работает, а тот, кто умеет поставить своих подчиненных, чтобы они работали и не воровали при этом. Меня шокируют мои сегодняшние гости. В гостях Сергей Иванов, ЛДПР, Андрей Туманов, Справедливая Россия. Продолжим после краткого выпуска новостей. 19 часов 31 минута, это реальное время. Депутаты Госдумы России Сергей Иванов, ЛДПР, Андрей Туманов, Справедливая Россия, здесь у нас в студии прямого эфира. Ваши звонки на 65 10 99 6, код Москва 495, ваши письма на финам.фм, там же идет прямая веб-трансляция. Вообще, вот за первую часть программы уже было сказано много, да? Но не все. Но еще не все, да. И по новому закону о клевете сказано надолго. Ой, а на меня уже написали. Кто? За клевету банкер Лебедев. Я там, кстати, хотел, послал запрос по поводу проверки Ильюшин Финанс. Да. И тут же он отреагировал, немедленно написал на меня, там, Бастрыкину, что надо Туманова за клевету привлечь. И закон о митингах тоже работает. Кстати, я говорю, а что же вы так отреагировали, если вы там ни при чем? Вот меня бы обвинили в том, что я ночью печатаю фальшивые доллары. И послали бы... Ну, у вас неприкосновенность, как у депутата. Нет, нет. Послали бы прокурора. С ними проблем. Да, пожалуйста. Ну да, прецедент создан. Если бы сняли с коммуниста. Не проблем. Вот. Если бы я не печатал доллары, я бы над этим посмеялся бы, и все. Но проверили, да, не печатают доллары. А тут такая реакция была истерическая. То есть законы работают. Все, что принято, уже работает. Сегодня показывали курьезный случай во Владивостоке. То есть было бы смешно, если не было так грустно. Да, вот эти ребята, бейс-джамперы, которые прыгают. Вот собрались там, в интернете дали объявление, что будем прыгать там-то. Собралась большая толпа. Приехала полиция и всем выписала штраф до 30 тысяч за несанкционированный митинг. Ну, значит, это вот заставить дурака богу молиться, он лоу прозабьет. Как с законом, допустим, о противодействии экстремизму. В Новосибирской области мужичок создал немецкую танкетку, выкрасил ее в цвета. И нарисовал свастику. Ну, как оно было. То есть он реально вот создал. Исторический артефакт. Исторический артефакт, совершенно верно. И ему тут же налепили статью за пропаганду нацистской символики. Ой, насчет экстремизма. Это ужас просто-напросто. То есть, ну, я сейчас говорю, это все потому, что... Сергей, ну, вот вы не первый год в Госдуме, да, и не первый срок. Не первый созыв. Да, и не первый созыв. Не, ну, вы сами предложили эту терминологию в самом начале программы с коллегой, да? А вот общаясь с коллегами из Единой России, ну, вы как-то пытаетесь им по-русски объяснить? Ну, я не знаю, там, мужики. Ну, вы смотрите, что вы принимаете вообще, а? Даже объяснять не надо, потому что там довольно много грамотных людей. Как? Они прекрасно понимают, что некоторые вещи, они довольно глупые, и не стоит за них голосовать. Поэтому я даже предложил, ребята, давайте все-таки сделаем тайное голосование, чтобы никто не знал, кто, как проголосовал. Но никогда Единая Россия на это не пойдет. Не пойдет. Не для того они фальсифицировали выборы, не для того они подменяли под себя законодательную и судебную власть, чтобы потом еще валандаться с этой несчастной Госдумой, которая принимает неудобный им закон. Ведь у нас же по Конституции, да, разделены власти. Судебная судит, законодательная принимает законы, исполнительная их исполняет. А вы журналисты. А у нас законодательная, вернее, исполнительная власть сует то, что надо принять, или говорит то, что не надо принять, а потом судебной власти диктует, поскольку суди тоже назначаются президентом, кого посадить, кого не посадить. Вот это тупиковая ситуация, тупиковая. И, извините, другого варианта, кроме как всем взять и прийти на выборы, всем, 99%, что пусть меются, как в советские времена, 99 и там 80, только тогда можно сменить власть. Либо это произойдет другим путем, как в Египте, еще где-то, еще где-то. Мне лично не хотелось бы это, и многим бы не хотелось. Ну, вариант, он простой. Всем прийти на выборы. И все. Я не могу понять, почему единороссы-то не хотят вас услышать? Очень просто, потому что они, люди, зависимые, зависимые. Туда просто так не попадают люди. То есть, понимаете, все вот эти правильные... Зависимые от исполнительной власти? Нет. Понимаете, в чем дело? Еще раз говорю, если они вот этот процесс взяли под контроль и формируют списки тех, кто потом, предположительно, станет депутатом Государственной Думы, то наверняка в них попадут люди, которых можно в случае чего, дернув за какую-то веревочку, финансовую, личную, там, еще какую-то, сказать, ты больше так не делай. А то мы тебя быстренько на место поставим. Только таких людей туда и подбирают. Вот и все. Это Сергей Иванов, ЛДПР, да, Андрей? Да, я хотел добавить, что я во многом согласен, потому что, например, приходится мне контактировать со многими членами Единой России. И так даже во время заседания отхожу, там, посоветоваться, поговорить. Много как-то даже есть вот друзей, там, из прошлого, которые там оказались. И многие люди, они вот поодиночке, они как-то совершенно вот нормально рассуждают. Они стесняются при принятых каких-то законах, говорят, ну да, 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 конечно, этого нельзя было делать. Но вы же понимаете, у нас есть дисциплина, мы должны ее... Ну то, о чем говорит господин Иванов. То есть они на манке, получается. И стесняясь, стесняясь и краснея, они все-таки голосуют за совершенно идиотские законы. И потом, скажем так, выходя из Госдумы, вы когда-нибудь видели члены Единой России? Вот помните, вот в зале все сидят в костюмах и со значками, да? Так, так, так. И члены Единой России, которые вышли из Госдумы, и значок на лацканье остался. Как правило, перед выходом их быстренько скручивают. Ну что, садятся на велосипед или в метро спуск? Да, и тогда уже без значка. То есть реально, что ли? Реально. А вы что, ну постойте в коридоре Госдумы перед выходом. Вы видите, как депутаты Единой России скручивают значки и выходят уже, так сказать, до улицы. Вот я не знал об этом. Я вчера Железняку бы, конечно, рассказал. Это интересный такой момент. Скажем так, чтобы не обвинили в клевете, некоторые депутаты. Не все. Не все, не все. Ну я, например, если значок есть, я не скручиваю, а иду с гордо поднятой головой. А мне говорят, если кто-то в метро, а ты кто такой? А ты что представляешь? А я говорю, а вот я такой вот сам по себе. А вам не обидно вот работать в Госдуме, которая, в общем-то, вас не слышит, не замечает, принимает свои решения? Кто-то должен... Вот смысл в чем-то? Кто-то должен на той, скажем так, как это, на той щука... Щука, карася. Да, а мы такая пока маленькие, такие щурята, которые пока заглотить этого карася не могут... Ну они плевать на вас хотели. Ну покусывают пока. Ну щука вырастет постепенно. Тут немножко другой момент. Все-таки работа депутата, она складывается из двух частей. И первая, это работа в Государственной Думе, и вторая, это работа с избирателями. То есть у меня очень много тоже времени уходит на работу с обращениями граждан. И здесь, в принципе, ну более-менее нормальная ситуация, поскольку от депутата Госдумы не так просто отвертеться, не так просто его не пустить, не принять. Вот, поэтому, когда люди приходят с обращениями, ты с этим обращением идешь к тому, от кого зависит решение этого вопроса. И этот вопрос можно эффективно решить. Здесь, опять же, пользуясь тем, что у нас монархическая страна, и то, что они понимают, что это ранг федерального министра, они начинают шевелиться, отрывают задницу и начинают что-то делать. То есть мы в этом отношении людям действительно можем реально помочь. Вот. И сейчас мы вот... Это, скажем так, решение локальных каких-то проблем, да? Это не концептуальный вопрос. Да, ну а понимаете, опять же, как, да, то есть наша вот система, вот тоже, не знаю, радиослушатели согласятся со мной или нет, она ведь как устроена? Ну вот представьте себе, вот прошли выборы там во Франции, да, президента выбирали. Там разница, грубо говоря, 2%. Алан выиграл, там Саркази тут же признал. И вот получилось так, что там, ну, 52, вернее, 51 на 49, да, вот 22%. По большому-то счету, да, это ведь о чем говорит? Что половина на половину, стенка на стенку, гражданская война. Одни хотят идти за пьем, вторые хотят идти, значит, футбол смотреть. Кто должен подчиниться? Нас потом, мы должны, значит, у нас большинство всего на два голоса больше, и вы должны нам подчиниться? То есть это неправильно. То есть надо менять процесс принятия решений. Когда вот так вот решение принимается, как у нас записано по Конституции, большинством голосов, ну, кроме конституционных законов, тогда вообще бессмысленная любая оппозиционная деятельность. Какая разница, сколько у нас там будет оппозиционных партий? 5, 10, 15, у кого-то большинство. И это большинство считает вот так. Поэтому пока мы не поменяем, то есть вы, большинство, можете принять эти законы только при условии учета мнения оппозиции. То есть, допустим, концепцию мы поменять не можем, но мы указываем, что давайте тогда при принятии этого закона пропишем то, то и то, чтобы смягчить негативное воздействие на отдельные группы избирателей. Понимаете? Вот в этом отношении людей, граждан. Только тогда будет нормальная, эффективная работа. А так получится, я говорю, даже вот две партии, допустим, изберут Госдуму, например, в следующем составе. 50, там, 51 на 49. Половина населения говорит, мы так не хотим, говорит, другая, мы так хотим. И что будем делать? Может друг другу бить? А я хочу добавить как раз, вот смотрите, закон по НКО, когда принимался, по-моему, по поводу термина иностранный агент не высказался только ленивый. И совет по правам человека высказался, и общественная палата, что это недопустимый термин. Все партии высказались и в Думе, и на слушаниях. И я даже провел некоторое такое исследование легкое, обошел там 54, по-моему, депутата Госдумы, несколько уборщиц, журналистов, там, двух электриков. И у всех спрашивал, придумайте мне синоним для слова иностранный агент. Все говорили, это шпион. Понимаете, ну заранее уже термин закладывается в закон, несущий негативную окраску. Ну и что, вот эти все выступления всех партий, общественных палат, общественников, они возымели действия? Нет, госпожа Яровая, как сказала, будет иностранный агент, и все. Это не она сказала, ее попросили. Ну, ее, хорошо. Боже мой, какой ужас. Она могла, она могла сказать. Так что, и все, и осталось это вот в таком виде. Ну, извините, вот над этим законом все нормальные люди смеются с этим термином иностранный агент. Ну, бред же, бред. И все равно, рано или поздно, это поправят, когда вот немножко будут думать над законами, а не просто выполнять чью-то волю. Там уточнить надо, то есть, называться правильно будет организация, выполняющая функции иностранного агента. Или не... Федоров-то, кстати, отозвал этот законный проект, чтобы и СМИ теперь так же назывались. Сегодня, слава богу. Ну, я знаю там, что было администрация президента. Слушайте, если такое шесть соток попадет под иностранного агента. Слушайте, ну, вот у меня сладится такое впечатление, что вообще какой-то у вас там в Думе такой, я мягко скажу, особый порядок. Слушайте, ну, лучше так, чем... А как? Как было? Нет, а вот толку, вот, ну, понимаете, я... Вы предлагаете инициативу, вас не слышат. Вот вы, говоря, третий раз Яровую вспомнили, да? Значит, вот она произнесла, или, как говорит Сергей, ее попросили, она произнесла, да? И что дальше-то? А мы же не сдаемся, мы же продолжаем, мы будем биться, пока мы будем неуслышаны. А не плевать будут на вас, кстати? Ну, плевать будет. Раз плюнул, два, три, потом сам захлебнулся. Извините, раньше, раньше, да, когда не место для дискуссии было, вообще же ничего практически не проходило. Раньше Госдума была не местом для дискуссии, теперь место для трепа. Отлично, мне нравится. Сейчас, по крайней мере, ну, надо с чего-то начинать. Хорошо, мы сделали первый шаг. Для того, чтобы пойти, нужно сделать первый шаг. Мы его сделали. По крайней мере, вот, движение обозначено. Сергей, вам есть с чем сравнить? Вот, у меня складывается впечатление, что, это, думаю, же шестого, да, созыва? Да, шестого. Вот, она в худшую сторону пошла. Вот, по качественному своему составу, я имею в виду депутатскому. Знаете, я... Если сравнивать даже вот с предыдущей, пятой. Исповедую тот принцип, что не судить, да не судим будешь, поэтому оценок давать не хочу. Какие-то у вас христианские такие, патерналистские настроения. Ну, видимо, да. Вот, поэтому не буду оценивать, лучше или хуже. Вы знаете, с трудом можно было вспомнить какие-то инициативы, которые были приняты прошлыми Государственными Думами, предложенными не партией большинства, они либо отклонялись, либо эта идея бралась, отклонялась, потом бралась, вносилась с единороссами, там, и, вот, и, значит, уже тогда проходила жизнь. Ну, понимаете, я не скажу, что нету толку. То есть, вот все вот эти обсуждения, то есть, все это, если бы никто ничего не делал, да, никто бы ничего не делал, то и все бы говорили, ну, гляньте, никто не возмущается. А когда, допустим, ну, вот последний пример по закону о клевете, да, они же там написали такую лабуду, я вот там спрашиваю украшения, там добавили пункт, обвинение в болезни, вызывающее отвращение. Я говорю, слушайте, Павел Владимирович, у меня, например, отвращение вызывает там начальство фобия, там, я не знаю, нарциссизм в последней степени, а у вас какие? Что это за формировка такая в законе? Так они теперь убрали это, они написали, что в болезни опасны для окружающих. Ну, я говорю, ну, слушайте, грипп тоже попадает под это дело, опасны для окружающих болезней. То есть, вот наши все эти замечания, они хоть чуть-чуть заставляют их читать то, что им спустили, и, может быть, там, как запятые ставить, там, смотреть, что да как и так далее и тому подобное. Орфографию опять-таки проверять. Да, и самое главное, общество, общество привлекается, то есть, вот вы, ваш брат, журналист, да, говорит, а вот оппозиция заметила, вот это, вот это, вот это, вот это. Потом общество, там, общественный палат начинает что-то там говорить, другие начинают. Потом президент говорит, ну да, не пойдет там единый день голосования, Совет Федерации заверните. Совет Федерации послушно заворачивает все. То есть, стране единый сбирается. Насчет читать очень интересно. Периодически у нас, там, депутаты предыдущих созыва, например, какие-то руководители начинают продлять дачную амнистию. Может быть, вы слышали? Да, да, да. То есть, что продляется дачная амнистия, и года два назад, Дмитрий Анатольевич тоже, вот много обращений, надо бы все-таки продлить дачную амнистию. Было дело. И потом Грызлов подхватил, да-да-да-да, будем продлять дачную амнистию и так далее. Я, естественно, тут же и туда, и туда, и туда написал письма, что дорогие вы наши руководители, дорогой, значит, президент, являющийся юристом, а также его помощники. В законе... Это же пример, который также на тот момент был юристом, да. Да, в том самом законе дачной амнистии, который вы хотите продлить, черным по белому написано, что этот закон не имеет срока давности. Поэтому, что вы хотите продлять, это не совсем понятно. Слушайте, эту страну надо называть абсурдистом, абсолютно. Поэтому, для начала, прочитайте тот самый закон, который вы хотите продлять, и не надо его продлять. Надо просто работать над законами, читать их и работать над ними, а не заниматься только пиаром. Российская Федерация, наша страна с вами. А ваши звонки и письма сразу после краткого выпуска новостей. По 19.49, это реальное время. В гостях у нас депутаты Госдумы России Сергей Иванов, ЛДПР и Андрей Туманов, «Справедливая Россия». Я предлагаю вот эти 10 минут отработать уже в интерактивном режиме со слушателями. Ваши письма на финам.фм. Ваши звонки на 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Ну, вы слышали много, что было уже сказано. Мы подводим итоги вот парламентской работы весна-лета 2012. Вообще, конечно, ужас. То, что я услышал сегодня, это ужас. Ужас. Это не поддается никакому уже реальному объяснению. Но, тем не менее, вот у вас есть возможность либо высказаться, либо задать свои вопросы и Сергею Иванову, и Андрею Туманову. Только без матов. Ну, это безусловно. Я сразу вырубаю тех, кто вообще выпадает из зоны русского литературного. Игорь пишет. Юрий, почему вы ЛДПР называли оппозиционной фракцией, если они во всем поддерживают Единую Россию? Сергей? В чем конкретно? Ну, поддерживаете или не поддерживаете? Ну, вы знаете, по некоторым статьям поддерживаем, по некоторым нет. Ну, понимаете, не все, допустим, инициативы плохие. Ну, по ВТО мы голосовали против, по, допустим, этому самому клевете мы голосовали против, по другим вещам тоже против. Единственное, что... А в чем поддерживали Единую Россию? Ну, или голосовали так же, как эта франция? Я тоже был против, но это закон об НКО и закон об вот этих вот черных списках. И по коммунисту? По коммунисту я не голосовал. ЛДПР голосовала. Поддерживали, да? Там каждый. Это господин Бессонов, по-моему? Да. Товарищ Бессонов. А эсеры против? Против. Все? Кроме предателей. А, ну, понятно, предатели есть везде. Да. Хорошо, идем дальше. Добрый вечер, в эфире. Как вас зовут, Алё? Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, я тут Алексей. Вопрос о справедливой России. Вот скажите, я, может, что-то не знаю, в какой-то момент была статья после выборов о том, что справедливая Россия полностью поддерживает Единую Россию во всем, во всем, во всем и так далее. Рекомментируйте, пожалуйста. Что Единую Россию? Еще раз, да, вот там слово мы не услышали. О том, что статья была и не один там, я ее, может быть, видел. Так. Суть. Что справедливая Россия поддерживает политику Единой России во всем, во всем. Там опровергники, если это неправда, если я ошибаюсь. Слушайте, всякий бред опровергать. Я пока, честно говоря, еще не по одному пункту не видел, чтобы справедливая Россия поддерживала Единую Россию. Так что, по-моему, даже опровергать нечего. Опровергать можно... Нет, 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 секундочку, секундочку. ...какие-то конкретные вещи. Конкретная вещь, просто это было не в этой Госдуме, а в прошлое, когда Миронов заявил о коалиции с Единой Россией. Это после скандала было, когда он там со всеми разругался. Не знаю, я работаю в этой Госдуме, я ничего пока не видел и не слышал. В этой нет, в прошлое было. Но так же, как и ЛДПР обвиняют в прошлое. Нет, то есть, когда факты есть, да, то есть, было такое, заключили там договор о сотрудничестве и так далее, это было. Не, ну они и выхухоль когда-то защищали, ну и что теперь стали воспринимать? Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, зовут меня Илья. Хотел бы задать вопрос народным избранникам. Прозвучало в эфире, что как спустят какой ответ Единой России, так они и голосуют. Хотелось бы узнать, вот в других партиях по-другому голосуют? То есть, совместно решают, какой голосовать будет, как? Или вам тоже спускают решение? Да, Илья, спасибо, пожалуйста. Я могу за себя ответить. Я голосую, как считаю нужным. И неоднократно голосовал не так, как рекомендовал совет фракции. Потому что до, скажем так, принятия решения собираются, обсуждают. И бывают там такие баталии, чуть не до этого самого, не до крика. И если кто-то остается при своем мнении, кого не удалось убедить, тот голосует, как он хочет. То есть, такого в приказном порядке... По кремлевской указке вы не голосуете. А при чем тут кремлевская вообще указка? Не, ну вы же говорите, что Единая Россия же кто-то спускает. Я так предполагаю, это Кремль. Кто же еще им может спустить? По-моему, до справедливой России явно кремлевская указка ничего не спускает. Потому что им есть куда спускать. Ага. Да. Ага. Это Андрей Туманов. Сергей? Ну, а в принципе, нам-то что говорить, проголосуйте, не проголосуйте. То есть, большинство голосов у Единой России. Поэтому нас заставлять надо. Мы единственное, на фракции довольно предметно обсуждаем тот или иной законопроект, как по нему голосовать с точки зрения, хуже это или лучше. Ну, а такого, чтобы нам сказали, вот вы обязательно за что-то проголосуйте, я такого не помню. То есть, Жириновский не говорит так, вот за это голосуем? Нет, что иногда бывает, но он там спиной у рта отстаивает, что вот надо проголосовать. А я с ним довольно часто не схожусь во мнениях, другие депутаты тоже. Ну, вот, знаете, он как опытный очень оратор, то есть, он со всех сторон эту проблему начинает обставлять. Вот тут так, вот тут так, а если мы вот так, то есть и так далее. Ну, и в итоге получается, как правило, как он говорит. Идем дальше. Добрый вечер, как вас зовут? Павел. Да, Павел, слушаем вас. Я хотел бы спросить, недавно Путин ездил на Ближний Восток, бегал там по святым местам, Богу в глазки заглядывал. Как он просил время еще посидеть, или ему по ночам стали приходить ребятишки Бесланы и пацаны Курские? А мнение гостей какое? Да. Ну, этот вопрос, наверное, надо было задать ему самому. Да, задать Владимир Владимирович. Он действительно об этом говорил, да, я как-то вот... Не, он же там открывал мемориал памяти... Ну, это связано с Великой Отечественной войной. Ветераном, да, да, совершенно даже много тоже евреев воевало, то есть вот это. А что он думал, я, к сожалению, ничего не знаю. Ну, кроме того, Владимир Владимирович любит ездить по святым местам, и в той же Палестине он, насколько я знаю, был несколько раз. И мы в данном случае не можем не приветствовать это, не осуждать, потому что религия, это дело личное каждого. Соглашусь. 65 10 99 6, код Москвы 495, финам.фм, наше средство от связи, на портале идет прямая веб-трансляция. Как вас зовут? Добрый вечер. Алло. Алло, добрый вечер. Селима. Да. Я хотел бы спросить представителя ЛДПР, как он относится к тому, как их лидер, Владимир Жириновский, выступал касательно клеветы. Сначала за ее отмену, а потом, абсолютно предположены словами, за возврат в уголовный закон. Есть видео, прям как он выступает, сначала по одному, так сказать, вопрос, потом по второму. Да, спасибо. Пожалуйста. Честно говоря, пришлите ссылочку, я погляжу, но я, насколько помню, это была наша идея, я автор этого законного проекта об отмене уголовной ответственности за клевету. Его прокатили, потом в пакете с другими либеральными поправками, которые внес Медведев, все-таки сделали это дело. Вот, мы не голосовали, то есть мы голосовали, ЛДПР голосовало против возвращения этой статьи, поэтому мне трудно сказать, с чего он это взял, ну, какое видео он там, ну, я присутствовал при этом вопросе, не слышал, чтобы он голосовал за то, что клевету надо возвращать. Жириновский не призывал к тому, чтобы... Мы категорически против, категорически против этого дела, я не помню этого, поэтому пусть скинет ссылку, я с удовольствием посмотрю, может быть, что-то не так понял. Это абсолютно точно, фракция голосовала категорически против. А если нас этот гражданин оклеветал, вернее, оклеветал ЛДПР, то ему ничего за это не будет пока, да? Да это... Что все стали пугать? Шутка! А, слушайте, ну, я уже начинаю, на самом деле, напрягаться по этому поводу. Напряг здесь в том, что если, допустим, когда это находилось в АПК, административном кодексе, да? Да. Это вы вот посчитали, что я вас оклеветал, пошли, написали заявление, и мы с вами начали разбираться. А вот когда его возвращают в уголовный кодек, уже сейчас вернули, то я не считаю, что меня оклеветали. Мне плевать, как меня назвали, абсолютно. А вот, допустим, прокурору не плевать, и он уже без моего заявления возбуждает на кого-то уголовное дело, поскольку прокурор считает, что кого-то оскорбили. Вот в чем погано. Короче, вся власть прокурора. Ну, Сергей, тогда я с вами, конечно, соглашусь, это не просто закручивание гаек, это манипуляция. Это чистой воды манипуляция, это простор для действия, простор для того, чтобы творить произвол. Ну, понимаете, полгода всего-навсего эта статья не была в уголовном кодексе. Но раньше она была, раньше она была. Поэтому тут... Это просто вкупе. Да, власть у нас, конечно, очень интересные вещи делает, порой аллогичные. Вы в эфире, как вас зовут? Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Нина Москва. Да, Нина. Скажите, пожалуйста, как ваши вот гости решают вопросы или хотя бы поднимают вопросы? Незаконные мигранты, которые творятся у нас, незаконных мигрантов, которые творятся у нас в Москве. Это же просто уже невозможно жить. Ну, как можно такое допустить? Идешь по улице, один славянин, один русский, десять нерусских. Как можно здесь жить? У нас что, Москва-Аббат? У нас что, мусульманская страна? Да, Нина, спасибо. Сергей? Ну, это, конечно, тема, которой ЛДПР занимается постоянно. То есть мы категорически против этой миграции, хоть законной, хоть незаконной. Последнее вот наше предложение. Понимаете, здесь все играет на руку крупному бизнесу. И все вот эти мигранты, они в основном-то работают там на стройках, там, там, 7, 5, 10. Чем пользуются? Тем, что они дешевая рабочая сила. Вот наше последнее предложение, это сделать так, чтобы мигрантам платили столько же, сколько в среднем по региону. И тогда их станет невыгодно уже просто-набросто приглашать. Понимаете? Как сделано в Японии, чтобы сохранить свою трудовую силу? Ну, что, представляете, в Китай приедет, да, там, миллиону китайцев, и все, японская экономика рухнет. Японцы не смогут работать. Ну, вот Нина спрашивает, что вы делаете? Вот последнее наше предложение, то есть будет оно поддержано или нет, это законодательно закрепить, что иностранная рабочая сила оплачивается по ставкам не ниже, чем в регионе. Тогда невыгодно будет. Они их сюда завозят пачками, пачками завозят на стройки, потому что они дешевые. Андрей, что вы скажете? Я бы поддержал это предложение, потому что там, где бардак, там, где коррупция, там возникают вот эти вот проблемы. Когда действительно мы будем защищать этих мигрантов, то есть им будет гарантированно платиться нормальная затрата, мы одновременно с этим защищаем наших людей, которые бы хотели работать, но не могут работать из-за того, что места заняты. То есть мы их не метлой гнать должны и отлавливать по подвалам, а именно защищать. Вот именно тогда-то у нас более-менее и наладится работа с мигрантами. Я еще добавлю, у нас радикальное такое предложение, то есть не надо стесняться и говорить, что мы там какие-то националисты и так далее. Во многих странах мира власти регулируют расселение их. Вот у нас сейчас в Москве огромное количество районов, где та или иная диаспора живет компактно и наводит ужас на жителей этого района. В нормальных странах власти регулируют. Все, ребята, здесь никто из вас жить не будет. Расселяет их, рассосредотачивает, чтобы не было очагов напряженности. Это тоже надо делать, а мы боимся. Спасибо большое депутату Госдумы Сергей Иванов, ЛДПР, Андрей Туманов, Справедливая Россия. Все были сегодня в реальном времени на Финам-ФМ, сразу после краткого выпуска новостей и итоги дня.